Мы уже начнем. И начать, вы знаете, мне хотелось бы с одной замечательной истории. Примерно год назад я присутствовал на одной конференции, где выступали в том числе молодые архитекторы по зеленым технологиям, все, что касается экологии. И они предложили создать такой город, где вообще все будет экологически чисто, и не будет ни пластика, ничего. Они говорят, мы окружим все кругом этими постами, и даже зажигалки будем отбирать, чтобы люди полностью заходили в этот мир, как бы очищенными, по крайней мере, материально от того, что может быть человеку вредно. Когда, так сказать, мы начали задавать вопросы, как же так, а что вы будете делать, если человеку стало плохо, когда идет процесс переливания крови, там, так сказать, пластиковые трубочки требуются, вот, а как решить вопрос, если передача энергии, да, мы уже решаем, так сказать, информацию мы научились передавать. А вот что касается электроэнергии, то у нас нет сейчас на сегодняшний день и технологий беспроводной передачи. Вот, и много-много-много подобных вопросов. То есть на сегодняшний день мир еще к таким, так сказать, решениям он не готов, потому что нет просто-напросто технологий. Вот, а мы говорим о том, что уже существует все-таки много очень интересных решений, и в том числе и в информационной, и телекоммуникационной сфере, которые могут наш город сделать и безопасным, и интеллектуальным, но здесь нужны стандарты. Причем стандарты какого рода? Это, так сказать, несколько аспектов. Первый аспект, это связан с тем, что мы говорим, что мы хотим, чтобы вот в нем было то-то, 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 вот такие-то аспекты, ну, как в пятизвездочном отеле, вот, мы хотим жить на пять звездочек, кто-то хочет на четыре, у кого-то средств хватает только на три. Так для того, чтобы город перешел из состояния безопасного, интеллектуального, так сказать, из состояния, там, С1 в состояние С2, как говорят математики, да, нужно заплатить такое-то количество денег, вот, и сделать определенные вещи. В другой состоянии перейти, нужно еще больше средств заплатить, вот, и тогда городу будет присвоена, там, другая категория или района, вот. Но есть и другие понятия стандартизации, о чем здесь сегодня будут говорить коллеги, вот, это связано с тем, чтобы в информационных и телекоммуникационных технологиях стыковались очень многие вещи, и это очень сильно помогает нам в жизни при создании всевозможных технических устройств. Вот, итак, мы сегодня будем говорить и о противокриминальной безопасности, и послушаем зарубежный опыт наших китайских коллег, жизнедеятельность безопасного города, как оценивают у нас специалисты практики, вот, узнаем об инициативе Microsoft город будущего, тоже очень интересно, вот, послушаем мнение технического комитета по стандартизации МЭК, Международной электротехнической комиссии, вот, Русское биометрическое общество, представитель, и Национальное агентство устойчивого развития. На мой взгляд, доклады очень интересны, все моих людей очень хорошо знаем, и сейчас мне хочется слово предоставить представителю компании Sigma ЕС, господину Крахмалеву, с докладом «Состояние международной и российской стандартизации в области системы обеспечения противокриминальной безопасности города». Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю фирмы Sigma интегрированные системы и, значит, буду рассказывать по нашей теме «Безопасный город», но с точки зрения, как бы, части по правоохранительный сегмент, то есть криминальная безопасность, противокриминальная защита. Значит, ну, вот на этом, на первом слайде показаны те организации, которые занимаются вопросами стандартизации в области безопасности, именно безопасности, вот, с точки зрения противокриминальной безопасности. Ну, прежде всего, это вот федеральное агентство «Росстандарт», это Россия. Дальше, Международная организация по стандартизации СО, электротехническая комиссия международная, ну, и, значит, вот это СНЛЕК, это европейская стандартизация. Международный союз электросвязи, это то, что связано со всеми вопросами передачи информации. Дальше, Евразийская экономическая комиссия, это в рамках уже вот Евразес, также имеется серия стандартов, и там действует комитет по созданию стандартов, евразийских стандартов, и, значит, это как бы международная организация, которая занимается разработкой стандартов. И вот в нижней части здесь ТК, технические комитеты, ТК-234, это системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты, это технический комитет Росстандарта, который занимается именно вот этими вопросами в России. Следующий вот технический комитет по стандартизации, это информационные технологии ТК-22. Ну, тут как бы без информационных технологий сейчас ничто не может существовать, поэтому в области безопасности информационные технологии также играют важнейшую роль. И еще технический комитет 439, значит, который вот занимается системой автоматизации. И внизу вот ANVIF и PSIA, вот эти аббревиатуры означают некоторую инновацию в области международной стандартизации, которая появилась, ну, где-то, наверное, в 2010-2011 году. То есть, если вот эти организации, о которых я говорил выше, это международные организации представляют как бы национальные комитеты государств, то вот эти вот последние две организации, это транснациональные корпорации, то есть, это уже как бы не национальные, а объединения компаний, которые вышли с инициативой вступить вот в эти международные организации как полноправными членами и проводить вот от себя именно создание международных стандартов. Вот эти вот как бы основные организации, которые ведут работу в этой области. Ну, нормативная база по безопасности составляют, ну, вот здесь перечислены как бы основные, прежде всего, федеральные законы, вот, но перед федеральными законами национальными идут международные соглашения, которые оговаривают вопрос о безопасности. Дальше, технические регламенты, это вот уже касаясь нашего, нашей стандартизации, то есть, технические регламенты, это документы, документы, дальше я коснусь как бы их цель. Технические регламенты, международные стандарты, национальные стандарты, своды правил, стандарты организации и ведомственные нормативные документы. Ну, и далее, вот, федеральные законы, тут некоторый перечень, который я привел, федеральные законы о безопасности, то есть, как бы, главный закон есть просто о безопасности, потом о противодействии терроризму и, соответственно, безопасности уже по отраслям, гидротехнических, пожарной безопасности, транспортной безопасности, безопасности объектов топливоэнергетического комплекса и так далее. То есть, вот такая серия законов есть. И дальше технические регламенты, тоже технические регламенты создаются, которые в рамках, ну, на уровне, как бы, вот, законодательных документов, то есть, это в рамках, они могут быть или приняты или федеральным законом, или постановлением правительства, или, так сказать, другими некоторым, или с международным актом связанным. То есть, они тоже оговаривают основные вопросы, вот, основная задача технического регламента – это установление обязательных требований по безопасности. Ну, и некоторые особенности нашей стандартизации российской, которые, как всегда, все у нас делается совершенно неожиданно, свалились на нас в 2002 году с принятием федерального закона о техническом регулировании. Значит, появилось такое понятие, которое, в общем-то, в российской практике стандартизации и в советской несколько другие имело аспекты. Ну, вот, в этом законе появилось еще техническое регулирование, это правовое регулирование отношений в области установления применения и исполнения обязательных требований к продукции и к процессам. Ну, по поводу этого закона много было споров, масса критики, отрицательных таких, очень радикальной и жесткой критики этого закона. Но я лично тоже к нему отношусь, так сказать, без всякого восторга. Вот, но не буду на этом останавливаться, как бы закон принят, и ему нужно следовать, тем более, что вот с 2002 года по настоящее время, ну, практически ежегодно вокруг этого закона возникает масса споров, и постоянно в него вносятся изменения, вот, которые, так сказать, много поменяли, что в этом законе, может быть, в лучшую, может быть, в удобную сторону, а может быть, и не в лучшую сторону. Ну, короче, как бы суть того, что вот этот закон о техническом регулировании отменил действие закона о стандартизации, о сертификации продукции услуг. Соответственно, с этим законом теперь базовые нормативные документы в области безопасности, это вот технический регламент, который принимается или международным договором, или в качестве федерального закона, или указа президента, или постановлением правительства, где вот обязательные требования по безопасности. Ну, и дальше стандарт, так сказать, объявлен этим законом документом добровольного многократного использования. Вот, это основные такие моменты этого закона. И появился такой документ свод правил, который на уровень государственного стандарта введен. Значит, это взамен тех вот этих документов, которые всякие ведомства создавали у себя. Ну, прежде всего, это вот нормы пожарной безопасности были, как бы они параллельно стандартам действовали. Вот, ну, там, СНИПы, САНПИны всякие. Вот сейчас это как бы по закону должно называться сводами правил и действовать наравне со стандартами. Но все равно добровольного применения все. Вот. Значит, организации по стандартизации, вот как я уже говорил, ТК, то есть все стандарты разрабатываются техническими комитетами по стандартизации. Значит, это добровольное объединение, вот, и, соответственно, проводится разработка всех стандартов в рамках вот этих ТК, и, соответственно, они потом уже выносятся как на государственный уровень для регистрации. Международные организации по стандартизации, вот МЭК, ИСО. И в рамках МЭК, как бы основная организация, которая занимается вот именно противокриминальной безопасностью, это технический комитет ТК-79, вот Alarm and Electronic Security System, это электронные системы, системы тревожной сигнализации электронной безопасности. Ну и дальше, как бы, уточнить, уточнение области действия именно криминальной безопасности, такие, как бы, угрозы могут исходить, вот, человек, природа, техногенная среда, и, соответственно, защищать нужно человека, природу и техногенную среду. Ну, здесь диаграмма показана, как бы, как мы должны выбирать из общих вот этих позиций по безопасности то, о чем мы будем говорить. Вот, в частности, стандартизация в области технических средств противокриминальной защиты, это защита имущества человека, там, движимого, недвижимого, собственности, от криминальных угроз, то есть от угроз, связанных с преднамеренным действием человека. Вот, соответственно, понятие такая криминальная безопасность сейчас вводится вот нами в область стандартизации, она уже в ряде стандартов заявлена, и технический регламент по средствам противокриминальной безопасности, мы вот в МВД, я как сотрудник МВД, проработающий там, такой регламент мы готовили, но пока он, как бы, не принял. Время заканчивается. Да, тогда вот здесь с презентацией просто быстро пролистаю, технический комитет, его структура, позже вот здесь присутствует ответственный секретарь технического комитета, он расскажет об этом, о деятельности ТК-79 тоже, все эти стандарты. Ну, здесь вот показана структура ТК-79, взаимодействие со всеми международными организациями, и то, что вот в Дубне, в России было проведено в прошлом году пленарное заседание ТК-79, это впервые в России был такой форум проведен, благодаря действиям НИЦ охраны и технического комитета ТК-439. Ну, вопросу, значит, комплексной системы безопасности, я же за неименем времени на этом останавливаться не буду, это как основа построения систем, технической составляющей безопасности города. Концепция, и, ну, пример реализации, как я представитель фирмы Сигма-Эс, которая в течение последних 10 лет создает такие крупные проекты, транспортная безопасность, инфраструктура города Москвы, это порядка полторы тысячи объектов, разработаны и внедряются данные проекты в рамках ГУБ-Гор-Мост Москвы, соответственно, вот полномасштабные структуры такие разработаны. Всё, спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Кузьмич. Коллеги, у нас все выступят, конечно, но я прошу придерживаться регламента 10 минут на доклад, потому что мне хочется, чтобы все высказались и чтобы это было равномерно. И пока у нас приглашается к докладу представитель компании Huawei Сурков Андрей Анатольевич, я буквально полсекунды скажу, что наше мероприятие организовано консорциумом «Безопасный город», головной организацией которой является холдинг РТИ. Мы активно взаимодействуем с рядом компаний, в том числе и один из самых активных участников консорциума, это компания Huawei, Андрей Анатольевич. Здесь присутствует очень много представителей самых разных профессий, и науки, и общественной организации, и практики. Мы очень активно взаимодействуем и с некоммерческим партнерством «Разумный город», которые тоже здесь представлены, и с большим удовольствием мы сами в их конференциях участвуем, и их приглашаем. Так что, Андрей Анатольевич, прошу Тебя слова. Как удобнее говорить? На самом деле, просто обычным голосом или микрофоном? Если можно, всегда... Да, если можно, всегда пришел... Смотрите, пожалуйста, тогда невозможно будет перевод осуществлять, если без микрофона. Так, а я, насколько понимаю, мою презентацию пока еще не нашли, хотя она была уже, да? Большое спасибо, Александр Ильич, за приглашение. Да, спасибо большое еще раз за приглашение на это мероприятие. К сожалению, название моей темы очень сложно читаемо. Если позволите, я его прочитаю и попытаюсь перевести. Если хотите. Необходимость стандартизации протоколов информационного взаимодействия профессиональной мобильной радиосвязи для экстренных оперативных служб в рамках проектов БИК. Без этого жить нельзя. Потому что вы знаете ситуацию. Сейчас, если можно... А, я сам листаю, прошу прощения, да? Да, работает. Просто схема. Без этих служб современный безопасный интеллектуальный город жить не может. И не только в рамках, соответственно, экстренных служб, экстренных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, но в рамках обычной профессиональной деятельности любого города, существования инфраструктуры и всего остального. Соответственно, был отличный проект в свое время. Назывался Тетра-Рус. В свое время Минсвязи принял решение, что стандарт Тетра очень подходит для всей нашей страны, для того, чтобы организовать единые стандарты профессиональной радиосвязи. Для всех служб МЧС, полиции, милиции в то время, да, соответственно, скорой помощи, энергетиков, всех-всех-всех. Но, как вы понимаете, да, ситуация сейчас ровно такая, как она есть. У милиции мы имеем АПКО стандарт, в 2005 году американский, да. Значит, у некоторых мы имеем Тетру, у других там совершенно решение своеобразное. И поэтому, что происходит, когда происходит ЧАЭС, предположим, в городе? Приезжают все и начинают общаться по сотовым телефонам между собой. В лучшем случае потери времени, потери жизни. Поэтому стандартизация в области информационного взаимодействия – это ключевой фактор, который нужно обсуждать в рамках консорциума, и не только в рамках консорциума. Ну, проблемы межведа я вам сказал. То есть это, прежде всего, передача по старому, достаточно устаревшему стандарту Тетра. Сейчас это голос и немножко совсем данных. Современные вызовы жизни и существования инфраструктурных систем говорят, что нам этого не хватает. Нужно передавать видео, нужно передавать широкие потоки данных, которые просто по профессиональной мобильной радиосвязи сейчас не передашь. Второй момент ключевой – создание специализированных шлюзов. Из-за того, что много стандартов системы, они между собой не взаимодействуют, фактически расцвел очень серьезный бизнес по созданию шлюзов между всеми этими системами. Причем шлюзы, вот там есть третий момент, человека машинные часто. Как это выглядит? Сидит диспетчер и через него проходит этот поток. Он может его трансформировать в свой взгляд, сказать, что там что-то другое произошло. Вы четко понимаете, потери информации огромные. Немножко, так сказать, в суть новых технологий профессиональной мобильной радиосвязи. Она постоянно догоняет операторский бизнес. Если вы видите на схеме, то есть друг за другом шли. Сейчас фактически новые поколения профессиональной мобильной радиосвязи, они пришли к стандарту, скажем так, 3G, когда чуть-чуть уже пошло видео и голос, но пока не с теми скоростями. А обычная связь операторов, она уже 4G и LTE, то есть широкие потоки данных и широкие возможности взаимодействия. Тенденции, если можно, просто чтобы вы оценили. Я постараюсь максимально кратким быть. То есть все идет в сторону LTE, все идет в сторону широких потоков, связанных со стандартом LTE данных. Поэтому, собственно, и профессиональная мобильная радиосвязь смотрит в эту сторону. Но, тем не менее, существовать нужно в этом мире. Деньги потрачены огромные на все существование системы связи. Нужно думать о стандартах взаимодействия. Поглажу немножко свою компанию. Какие мы хорошие и что у нас сейчас идеально сделано для профессиональной связи на базе стандарта LTE. Все частоты, скорости, радиус соты гораздо превышает. И работа на скоростях до 430 км в час. То есть это наше будущее, на самом деле, профессиональные связи. В эту сторону нам нужно двигаться. Вы видите банальное сравнение с существующей технологией, допустим, у милиции, АПКО. То есть ни шифрование не подходит к современным стандартам. Соответственно, ни скорость связи, ни отсутствие видео, и, соответственно, отсутствие задержек при передаче информации не подходит. То есть нужно двигаться в эту сторону. Ну и, соответственно, тематика. Почему это необходимо? Собственно, об этом мы практически сейчас проговорили. То есть прежде всего мы видим, что в рамках безопасных интеллектуальных городов будет максимальное нарастание, лейнообразное нарастание информации в ближайшее время, передаваемых внутри инфраструктуры и обменивающихся в протоколах машина-то машина. Будет огромное количество. И видео скоро машины друг другу начнут передавать и отрабатывать. Это уже начинается. Вы сами видите, знаете, что машина может проверять изображение человека, отдавать другой машине, которая принимает решение, что делать. Вплоть до включения пулеметов в будущем когда-нибудь, скажем так. Ну, это уже для того, чтобы вы не уснули. А вот это ключевой момент на самом деле моей презентации. Я бы хотел вас, может быть, даже подключиться к какому-то маленькому диалогу. Мы считаем, что лучшим решением по созданию таких протоколов информационного бена является взаимодействие в рамках саморегулируемых организаций. По сути дела, таких организаций, которые являются консорциумом «Безопасный город». Почему? Потому что только они имеют возможность объединить в себе таких, как мы, производителей, которые, безусловно, отставят свои интересы и будут их обязательно лоббировать. Интересы потребителей, потому что это самый главный заказчик для всех. Ну и, собственно, интересы всех профильных организаций и ведомств. Только в этом ключе. Ну и, соответственно, где создавать вот такое СРО? На каком уровне создавать саморегулируемую организацию? И при ком? Это очень важно. Потому что опыт предыдущего медведа говорит, что ведомства между собой не договариваются вообще. У них разные задачи, у них узкий взгляд на проблему. Поэтому вот здесь это мой вопрос. Если можно, если кто-то готов сейчас высказать свое мнение, то высказать свое мнение, я думаю, что это было бы позитивно для всей моей презентации. Поэтому большая просьба. Небольшой вопрос. В Китае какой-то наиболее интересный опыт. Можете рассказать на эту тему? Александр Ильич, если бы мы жили как в Китае, у нас было бы все хорошо. У них регулируется этот вопрос на уровне государства. То есть вот в рамках электронного правительства есть комитет на уровне государства, который директивно делегирует всем остальным ведомствам, как нужно исполнять эти вещи. И провинции, которые являются в общем-то самостоятельно, они тем не менее техническую единую политику абсолютно поддерживают. Поэтому если бы у нас была эта возможность, мы были бы Китаем. Не знаю, хорошо это или плохо. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Иван Мельников. Вы знаете, у меня такой вопрос. Собственно, занимаетесь ли вы продвижением и взаимодействием с органами государственной власти в этой сфере? Вы, как я понял из вашего доклада, активно хотите этим заниматься? Но занимаетесь ли? И насколько это получается сейчас? То есть работаете... Ну, наши. Да, конечно. Я говорю про российского. Да, конечно. Вы просто, безусловно, конечно, по-другому, но я постараюсь, по-другому ответить. Да, мы занимаемся этими вопросами в рамках консорции «Безопасный город». Потому что мы иностранная компания. У нас есть свои интересы, безусловно, в странах присутствия, но есть и ограничения, которые мы четко знаем и этим правилам мы следуем. Поэтому мы взаимодействуем с каждым конечным заказчиком, но в рамках российских стандартов, протоколов и возможностей. Более того, у нас есть возможность сейчас взаимодействовать и с конечными заказчиками, получать от них готовую информацию об этом. Но вопросы совместного взаимодействия мы можем решить только вместе. Я прошу прощения, что вы очень большое спасибо, что мне дали возможность ответить очень красиво на этот вопрос. Почему красиво для меня, для китайских компаний? Мой руководитель, открывая эту выставку вместе с мантуром и так далее, он сказал следующее. Все вопросы, которые мы можем решить глобально, только в кооперации друг с другом. Поэтому если мы все вместе будем четко понимать, в рамках СРО, допустим, как консорциум, если мы все вместе будем их продвигать и понимать, и разделять, очень важно, мы их решим. А иначе мы придем к вопросу 2002 года. Каждый потянет одеяло на себя. Правильно? Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Спасибо за вопрос. И сейчас я хочу слово предоставить представителю Конструкционного бюро опытаных разработок, точнее не представителю, генеральному директору, нашему тоже, большому нашему другу, доктору наук, Симакову Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович, как удалось сбросить презентацию? Это тоже участник консорциума, достаточно активный. Пожалуйста, вам слово, вы будете на трибуне или здесь, как удобно? Кликер где? Андрей Анатольевич забрал. Уважаемые коллеги, проект «Безопасный город» это огромный, многофункциональный, многокритериальный проект, который могут сделать только кооперации, которые могут реализовать, естественно, кооперации различных фирм, имеющих свою специализацию. Я буду сейчас остановлюсь на некоторых аспектах, которые входят в понятие «безопасный город» и которые реализуем мы. Главный вопрос, на что мы обращаем внимание, это достоверность информации и оперативность ее получения с мест, с объекта, от человека, и мобильная доставка руководителю операции или тем, кто участвует в операции для принятия оперативных и мобильных решений. Давайте остановимся на основные угрозы. Они здесь представлены, я зачитывать не буду. Второй вопрос. Базы данных. Мы все общаемся с базами данных, они должны быть достоверны. Главная проблема сегодня любых ситуационных центров низкая достоверность баз данных, низкая или редкая обновляемость. Те системы, в которых мы делаем, базы данных обновляются ежедневно, возможно, каждые 15 минут. Для этого создана не только техническая, но и организационная структура. Ну, а состав баз данных, он разнообразный. Вопрос совместимости. Вот здесь поставлен. Тоже возможно решение техническое. Опыт у нас такой есть, в частности для МЧС, где взаимодействие баз данных, следующих МЧС, МВД, ФСБ и классификаторы, в частности классификатор адреса и классификатор налоговой инспекции. Все это делается в налоговой службе. Все это делается практически в реальном масштабе времени. Основные задачи. Особенностью является одна вещь, что когда мы говорим о безопасности города, мы должны обязательно обеспечить безопасность информации. Безопасность информации в данном случае такая общепринятая и доступная для оперативного действия, это категория 1Г в стэка и 5О по классификации ФСБ. Все системы, которые мы делаем, аттестовываются по этим двух классификациям. Это не требуется секретных всех мероприятий, усложняющих оперативность и актуальность. А вот для достаточно, для служебного пользования этого достаточно. это обеспечивается территорией всей страны для тех систем, которых мы создали. Здесь написаны проекты, в которых это реализовано. Это видно. Главное, еще критерием таких служебных систем является способность их прогонять денежные потоки. Наши системы все аттестованы и могут прогонять денежные потоки. Денежные потоки идут регулярно, а безопасность города функция все-таки встречается не так часто с задержками. Поэтому, чтобы система подтверждать ее эффективность, желательно, чтобы она работала регулярно. Здесь структура. Вот здесь кооперация с Microsoft показана. Мы считаем, что это абсолютно правильно, потому что системы безопасного города должны быть обязательно совместимы по идеологии и по шлюзам с международным опытом. И это у нас достигнуто в соответствии с соглашением с Microsoft, где мы применяем необходимый комплект программного обеспечения, аттестованный по соответствующим стандартам для применения по категории 1G или 5O. Значит, ну это такая архитектура любого центра ситуационного. Принципиально является только одно, вот это верхние желтые линии, что выборка информации и доступ к баз данным, и решение задач идет в соответствии с разнородными угрозами или с разнородными факторами, которые надо анализировать. Это социальные, техногенные, природные, экологические, экономические, спортивные. И вот структуры и базы данных должны позволять делать выборку из этих, вернее, выборку данных для решения этих проблем. Значит, как это достигается? Объекты, описываемые, имеют возможность встроиться на унифицированном паспорте из 400 полей и обеспечивается серверами свободного выборка по любому признаку из этих 400 полей. Это не так часто сегодня встречается возможность такого решения и такой аналитики. Значит, это вот серверы, которые мы, значит, поставляем. Сегодня реально по одной из систем работает 103 сервера в реальном масштабе времени. И вот в МЧС системе, которую мы сделали, непрерывно работает 350 операторов. Вот в каждый момент времени в России сидит 350 операторов за нашими армами для выполнения своих функциональных задач. Значит, это вот важнейший вопрос. Это структура баз данных. Ее особенность следующее, что отделены физические лица с персональными данными от юридических лиц и административной практики. Это позволяет гибко решать вопросы защиты информации. И второй вопрос. Проводить аналитику информации и отчетность. При этом защита такова, что если вы запрашиваете информацию на свой сервер, вернее, на арм удаленный, то там не остается эта информация. Вы сняли, она стирается. То есть не допускается вопрос съема информации и скачивания. Но там еще есть техническая организационная мера, но принцип именно этот. Запросили, получили. В зависимости от категорирования каждой категории операторов ограниченное количество допуска к той или иной информации. Значит, ну мы поставляем вот серверы, кластер базы данных. Программное обеспечение, позволяющие работать с классификатором, вы видите, какими. И специальное программное обеспечение документ, потому что все данные, которые выходят для этих систем, они должны быть документальны. По-простому, так сказать, документальность такова, что они должны приниматься в судебные органы или для принятия решения. Значит, это образец мониторинга транспорт-коммуникации. Карта под контролем находится 7 327 участков. Для удобства оператора все разнесено на 4 цвета, вообще еще пятый есть. Значит, и вы видите на карте нахождение. Значит, карта может быть упрощенная, как в данном случае, или усложненная специальная. Но суть следующая, когда вы нажимаете на карте на объект, вы получаете как раз вон ту картотеку. В том объеме, в котором дальний оператор имеет право видеть этот раздел картотеки или базы данных паспорта. Значит, мобильный комплекс также обеспечивает это решение с применением как раз, вот только перед нами говорили, но в данном случае у нас 3G. Значит, по мере развития каналов связи, так сказать, любые другие могут быть. Важно одно, что на комплекс может подаваться 1 мегабит информации. Это достаточно, чтобы все виды базы данных, голос и видео получать. Значит, ну в данном случае вот есть такая задача покрытие Самарской области. То есть регион, он обычно не весь покрыт сегодня, страна все-таки огромная. И для того, чтобы покрыть те основные зоны, зоны, мы сделали мобильный комплекс подвижной, который может наращиваться как кубик и закрывать нужный объем информации. Это делается следующим образом. Есть специальный MSR-ком мобильный комплекс, там два сотовых канала, один канал УКВ или один канал, значит, Wi-Fi. Значит, суть следующая, почему два сотовых оператора? Работа на наших территориях иногда один сотовый оператор более распространённый, другой вы должны иметь. Или один сотовый оператор для служебной связи закрытый по категории 1Г. Значит, соответственно, обеспечивается интерактивный обмен банными данными, те, которые находятся в системе. Значит, это очень удобно. То есть оператор, находясь в любой точке региона, имеет возможность или общаться по открытой связи, вот, зелёная, или по защищённому каналу красная. В то же время он имеет с мобильной группой, которая выясняет, это для энергетики сейчас вот мы поставляем, крайне важно. Он заходит в зону, закрытую зону, где высокие напряжения, ему надо получить видеоинформацию, надо с базами данных общаться, пожалуйста, или с оперативной группой, которая, вот, помощник, который рядом. Это всё обеспечено в одном комплексе, в одной руке. Так, всё, заканчиваю. Таким, да, следующий, последний вопрос. Мы решили сегодня... Опа, что там такое? Да, последний вопрос. Мы решили сегодня вопрос взаимодействия с мобильными роботами. Это известная сеть Монет, но если Монет достаточно сейчас развивается, она не так уж известно развивается, то мы являемся разработчиками, владельцами всей интеллекта этой сети. Это принципиально важно. То есть она вот этот маленький, в размере меньше, чем половина спичечной коробочки, платочка с интеллектом, который встраивается в любой ваш комплекс и обеспечивает связь. Значит, и динамичное управление многими-многими комплексами в мобильном состоянии. В обычном системе он молчит, что принципиально важно. Батарейки хватает на один год. Значит, ну, дальше, значит, принципы, как делается закрытая сеть, как вкалывается канал, но это уже, так сказать, тонкости. Итак, стандартно для поставки, вот мы делаем обычно программное обеспечение, в том числе различные комплексы, в том числе интеллектуальные радары, которые позволяют до одного метра или до двух метров мерить толщину льда в транспорт, который идет со скоростью 40 километров в час, с разрешением до двух сантиметров. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вопросы, коллеги, есть? Спасибо большое. И сейчас я хочу, поскольку мы говорили о платформе Microsoft, то, конечно, логично перейти к тем инициативам, которые есть у компании Microsoft. Я прошу выступить Иванова Андрея Вячеславовича с докладом. И хочу также сказать, что компания Microsoft также является участником консорциума «Безопасный город». Большое спасибо, Александр Иванович. Спасибо за возможность выступить. Сейчас, наверное, презентацию подгрузят. Как и сказал Олег Александрович, меня зовут Андрей Иванов. Я представляю компанию Microsoft. И в ходе сегодняшнего доклада постараюсь вкратце рассказать, рассмотреть с практической стороны необходимость формализации как раз-таки всей этой деятельности нацелена на улучшение жизни в городах, на необходимость формализации и так далее. Для этого я расскажу о нашей новой инициативе CityNext. И мы с вами увидим, в том числе, как эта инициатива может принести свой вклад в развитие стандартов и развитие лучших практик. И начну я, как положено. Для начала некоторые цифры. Уверен, что многие из вас их знают. Ну, на всякий случай, вдруг в зал зашли интересующиеся, которые с ними еще и не знакомы. Краткий итог данной статистики таков, что мы стремительно движемся к процессу урбанизации. Все больше народа приезжает в города. И, соответственно, городам надо заботиться о своей конкретной способности и об улучшении качества жизни для горожан. Потому что в противном случае горожане могут и разбежаться, что приведет к, наверное, деградации города, чего не желают, я уверен, ни одна власть для своего города. И дальше, как, в общем-то, и положено на любой презентации, основные современные тренды. Опять-таки, в силу небольшого количества времени, не буду их подробно комментировать, уверен, что вы с ними все хорошо знакомы. Скажу лишь, что с одной стороны эти данные тренды являются уже продуктом инновации, с другой стороны, они как раз-таки дают возможность создавать новые инновации. И какая у нас сейчас есть проблема? Возможности современного IT, они практически безграничны. Но для того, чтобы решить ту или иную городскую проблему, надо умело компоновать все эти возможности и выбирать правильные технологии, которые позволят не только решить текущую проблему, но и потом наращивать потенциал городской системы, чтобы решать другие проблемы, чтобы масштабировать текущие системы, чтобы одна система не противодействовала другой. Как раз-таки именно поэтому нам нужны все вещи, связанные со стандартами, лучшими практиками, потому что только основываясь на описанных, формализованных подходах, можно будет создать действительно эффективную городскую систему, которая будет представлять соответствующие сервисы гражданам и позволять автоматизировать многие процессы, связанные с жизнедеятельностью города. И именно поэтому мы и создали нашу инициативу. Я думаю, что не буду долго поснять этот слайд, лучше мы перекручиваемся сразу на вот этот слайд, который предусловляет на самом деле категорию решений. Как вы видите, мы выделили 8 сфер жизнедеятельности города. В каждой из этих сфер есть соответствующие категории. И цель этой инициативы – собрать существующие решения, которые уже доказали свою актуальность, доказали эффективность своей работы и ознакомить города, регионы с этим решением. Потому что когда мы собирали, например, решения здесь, в России, мы поняли, что не всегда соседние регионы знают, как они решают типовые проблемы. И мы видим, что это полезно даже на уровне страны. И еще уж говорить, как это полезно может быть на уровне всего мира. С другой стороны, эта активность, я в этом практически уверен, принесет свои положительные плюсы в формировании правильных подходов. Потому что в данную инициативу попадают только те решения, которые, как я уже сказал, доказали свою актуальность и доказали то, что подходы, по которым они создавались, работают. Несмотря на то, что, конечно же, каждый город уникальный и на уровне стран они довольно сильно различаются, все же проблемы типовые и можно стремиться к какой-то унификации. И один из примеров такого стремления – это сити протокол. На самом деле это некая коалиция компаний. Я просто смотрю, что почему-то не та версия попала, извиняюсь, в итоге на тот компьютер. Но я прокомментирую третий блок. Значит, это коалиция коммерческих компаний, городов, естественно, научных организаций, которые работают над так называемым сити протоколом. Как и сказано в одном из блоков, это набор высококачественных технических документов, которые описывают подходы к управлению городом, к формированию городов, к формированию систем в городе. Никто, не думаю, не будет спорить с тем, что на самом деле город – это система систем. И поэтому, конечно же, в протоколе должны содержаться такие вещи, как стандартные метрики, чтобы понимать эффективность работы тех или иных систем. И, конечно же, основная цель всей этой деятельности – это помочь городам повысить уровень жизни, качество представленных услуг гражданам. И все это с помощью использования современных инструкционных технологий. И дальше я предлагаю рассмотреть буквально пару существующих решений. И также я прокомментирую, почему нам опять-таки все же важны вот эти вещи, связанные со стандартами и формализацией текущей активности. Первое – это достаточно простое, но интересное локальное решение одному из наших партнеров, которое называется «Мобильный инспектор». Оно автоматизирует деятельность сотрудника ГИБДД. Я думаю, что, в принципе, никто не будет против, если сотрудник ГИБДД начнет хотя бы быстрее выписывать нам штрафы, в случае, если мы все же что-то нарушили. Выглядит это таким вот образом. Основной экран приложения представлен на слайде. У инспектора есть возможность оформить постановление, протокол, справку, то есть выполнить, в принципе, основные функции своей деятельности. Он может запросить из базы данных информацию по номеру транспортного средства, по номеру водительского удостоверения. Если он подзабыл правила, он может обратиться к правилам дорожного движения, выгрузить какую-то статью и более внимательно ее прочитать. И все это на устройстве, под рукой, достаточно нажатием одной-двух кнопок, или даже не кнопок, а в данном случае пальцем, он получает всю необходимую информацию. Интересная особенность данного приложения состоит в том, что можно сфотографировать водительское удостоверение или любой другой, на самом деле, типовой документ. И программа распознает основные поля и подставит их в поля приложения, сделав соответствующий запрос при необходимости. Ну и, наконец, также есть функция поиска по неполному номеру. Как вы видите, в этом случае из базы данной подтягиваются все потенциальные, попадающие под этот запрос машины. Также подтягиваются фотографии, чтобы было понятно, о какой машине конкретно идет речь. И если мы наводим на одну из машин, мы видим тут же всю историю, начиная с момента ее покупки и заканчивая, может быть, утилизацией. Опять-таки, удобно, просто и хорошо. Что плохо? Плохо то, что это, как вы понимаете, front-end. Back-end – это база данных. И как раз-таки от региона к региону они, к сожалению, сильно отличаются. Извините, пожалуйста, коллеги. Спасибо. Ну, наверное, бывают ситуации, когда независимо от хорошего и плохого мы все равно спешим. Так вот, наш партнер, который возрабатывали, уже примерился к внедрению этого решения в нескольких регионов, заметили одну особенность. База данных на уровне регионов порой очень сильно отличается. Это же, конечно, технологии можно делать все, и, понятное дело, это не мешает сильно внедрению приложений, но так или иначе это затягивает в момент внедрения и удорожает стоимость этого внедрения. И следующий пример из общественной безопасности – более серьезная, на самом деле, грандиозная система, которая уже работает в полиции Нью-Йорка. Данный маркетинговый слайд, наверное, пропущу. А вот краткая архитектура, она, на самом деле, гораздо более сложная, но времени у нас немного, поэтому основные кубики здесь представлены. Состоит из солюшена, который называется Microsoft VW. Он позволяет детектировать основные угрозы. Естественно, информация поступает с видеокамер, со различных датчиков, радиоактивной активности и так далее. Этот модуль позволяет инвестигировать, уже расследовать, то есть какую-то случившуюся криминальную активность. И также данный модуль представляет возможность смотреть на статистику расследования преступления, обмениваться информацией с коллегами, с другими департаментами, с другими службами и так далее. Под всем под этим лежит некий интеграционный слой Microsoft Connect, который называется Microsoft Connect. Он отвечает как раз-таки за интеграцию с другими системами, которыми в данном солюшне использует очень большое количество. Так как данная система, могу сказать, просто один из сценариев. Имеет возможность идентифицировать какой-то оставленный объект на улице, естественно, выцепляя данные из видеопотока. Определить связанный с этим событием другой объект, то есть, предположим, сумка была выставлена из какой-то машины какое-то количество времени назад. Проследить маршрут движения этой машины по всем видеокамерам и отразить, когда, в какое время данная машина появлялась. И, может быть, даже отразить ее текущее состояние. Естественно, иницирует привязку, то есть, кто является владельцем этой машины. И все вот эти данные объединить в некий граф и представить в достаточно красивом, эффектном виде тому или иному полицейскому офицеру. Конечно же, она также умеет предупреждать, если степень опасности, по ее мнению, достаточно высокая, все чрезвычайные службы, наземные отряды полиции, чтобы они проверяли это, возможно, визуально. И так далее. То есть, очень глубоко интегрировано в существующие системы решения, которые сильно упрощают, оно, естественно, не делает работу за полицейской, но оно сильно упрощает их работу. И здесь, с точки зрения, опять-таки, формализации лучшей практики, хорошо одно, что архитектура вот этой системы, она уже неким образом выстроена. То есть, есть фреймворк, который позволяет, внедает ее в систему в разных городах, что сейчас и происходит. Но, чего еще все же нет, нет именно подхода, стандартов, которые позволят бы примерно однодипным способом взаимодействовать с другими системами. То есть, то, что необходимо как раз нам с вами, это протоколы, которые позволяют обеспечивать взаимодействие с системой, чтобы они были похожи от города к городу. Я так понимаю, время мое закончилось. Буквально пару слайдов. Это просто примеры тех самых консолей, системы. Вот консоль, которая позволяет индифицировать угрозу. С левой стороны вы видите те самые угрозы, которые уже индифицированы. Выделив какую-то одну из них, можно посмотреть на карте о том месте, о котором идет речь. Можно посмотреть тот снимок с камеры, который в тот момент был. Ну и как получить какие-то детали. Вот, соответственно, консоль, которая позволяет полицейским уже расследовать инцидент. В том числе, с правой стороны вы видите набор так называемых сущностей, которые к этому инциденту относятся. Это могут быть люди, это могут быть местоположения, машины и так далее. На этом заканчиваю. Большое спасибо. Спасибо большое. Коллеги, вопросы есть к докладчику? Да, пожалуйста. Михаил Тимонин, компания ВАОРТ. У меня следующий вопрос. Вы показали слайд, на котором протоколы Smart City, безопасного города, интеллектуального города, что, собственно, одно и то же, вы разрабатываете. Какие внедрения у вас проведены? И учитывают ли эти протоколы национальную специфику каждой страны, государства? Вот в этом вопросе. Спасибо. В силу нехватки на время, наверное, чуть-чуть не пояснил. Это, конечно же, еще не разработан, не закончит вариант. Это только инициатива, которая организовалась довольно недавно. Туда входит, как я сказал, не только Microsoft коалиция коммерческой компании, городов, научных организаций. Так как это открытая инициатива, к которой могут присоединиться, на самом деле, города из любой страны и организации из любой страны, да, конечно, они должны учитывать национальную специфику. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я представляю Федеральное казенное учреждение, научно-исследовательский центр охраны, являясь ответственным секретарем технического комитета по стандартизации 234-го системы тревожной сигнализации противокриминальной защиты. Я, конечно, хотела бы осветить ту работу, которая идет в рамках моего технического комитета. Стандартизация является инструментом закрепления тех технических решений, которые уже опробированы на практике и имеют перспективу многократного применения. Как правило, такие решения являются результатом научных исследований и опытно-конструкторских работ. На слайде на следующем представлена структура нашего технического комитета. Я остановлюсь на подкомитетах. Это средства в рамках технического комитета ТК-2034 действует 4 подкомитета. Это средства обнаружения угроз различного вида. Система мониторинга безопасности, объектовая система охраны безопасности и средства технической укрепленности. Оценка регулирующих воздействий стандарта является одним из наукоемких вопросов. Говоря о формировании новых направлений стандартизации в рамках нашего технического комитета, хочется обратить внимание на то, что в текущем году была проделана огромная аналитическая работа, нацеленная в первую очередь на выявление перспективных направлений развития технических средств безопасности, и как следствие закрепления требований на страницах национальных межгосударственных стандартов. На следующем слайде представлена архитектура действующих публикаций, разработанных в рамках нашего технического комитета. В настоящий момент их более 30. И в рамках развития последующей работы нашего технического комитета хочется остановиться на том, что в ближайшем будущем уже запланирована разработка таких серий стандартов. Это на системы централизованного наблюдения, на системы охранные и телевизионные, на интегрированные системы безопасности в целях обеспечения противокриминальной защиты объектов и пересмотр действующих ГОСТ и ГОСТ-Р в целях актуализации фонда стандартизации в данной области. В текущем году уже представлены в первой редакции и прошли публичные обсуждения. Вот следующие стандарты, я не буду на них останавливаться. В рамках работы по разработке межгосударственных стандартов В текущем году протоколом 59 ПА 27 сентября в городе Минск, Республика Беларусь, межгосударственным комитетом по стандартизации сертификации метрологии были утверждены первые два наших межгосударственных стандарта, разработанные в рамках нашего технического комитета. Это ГОСТ-32-320-2013, технические средства и системы защиты от краша отдельных предметов, общие технические требования и методы испытания. Данный стандарт устанавливает требования к противокражным техническим средствам, существующим и используемым в России более 15 лет. Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях, общие технические требования и методы испытаний. Данный стандарт распространяется на вновь разрабатываемые извещатели охранные поверхностные, ударно-контактные, устанавливаемые в закрытых помещениях с целью обнаружения попытки нарушителя проникнуть в закрытое помещение или хранилище ценностей. В основном он также закрепляет требования к извещателю ШОРОХ-3, который предназначен, сейчас рассматривается его применение для защиты банкоматов. В рамках технического комитета 234-го идет очень активная работа по координации и участия России в техническом комитете МЭК ТК-79. Это система тревожной сигнализации, электронная система безопасности. На следующем слайде приведена схема действующих публикаций МЭК, разработанных в рамках МЭК ТК-79. Желтым обведено то, что мы не имеем аналогов данных стандартов на национальном уровне. Зеленым обведено то, что у нас есть аналоги, такие как ГОСТ-Р. То, что обведено желтым, это то поле, которое отдано пока врагу, и нам предстоит разрабатывать аналогичные стандарты, либо принимать в аутентичных переводах данные публикации. Структура и область деятельности ТК-234 практически зеркально повторяют структуру нашего международного технического комитета 79-го. И сегодня без оценки взаимодействия с МЭК ТК-79 нельзя рассматривать состояние национальной стандартизации со всеми разработанными, действующими и планируемыми в разработку национальными стандартами. Я хочу сказать, что на пути гармонизации национальной стандартизации с международной единственный путь сейчас – это совместная работа над стандартами. В целях этого мы сейчас проводим такую работу, как организуем участие экспертов от России в рамках рабочей группы разработки проектов международных стандартов. Это сейчас разрабатываются несколько серий международных стандартов на системы охранные и телевизионные, на системы контроля и управления доступом. Я хочу сказать, что сейчас в рамках рабочей программы МЭК ТК-79 над 16 проектами принимают участие наши российские эксперты. Я не могла бы говорить долго, но раз время ограничено, просто пройдусь по слайдам. На этом слайде, на предыдущем, было представлено архитектурное древо перспективы развития нашей национальной стандартизации с учетом развития стандартов МЭК. Здесь проекты стандартов, которые сейчас… Вот это презентация Фрэнка Ротмана, представителей Германии, руководителей рабочей группы по разработке международных стандартов на системы охранной и телевизионной. И, в общем-то, вот на данном слайде представлена схема по взаимодействию с другими техническими комитетами в рамках работы по проектам стандартов МЭК. Это и GTC-1, и ИСУ, ТК-223, общественная безопасность, ТК-22, безопасность на транспорте. Ну, я тогда закончу. Спасибо большое, коллеги. Вопросы есть? Спасибо большое, Елена Мариловна. И сейчас мы рассмотрим еще один вопрос, очень важный тоже, спасибо, связанный с биометрикой. Этот вопрос важен для безопасного города, для интеллектуального города. И как же развивается у нас нормативно-техническая база в области биометрических технологий, нам расскажет руководитель Русского биометрического общества Николаев Данила Евгеньевич. Данила, прошу. Спасибо большое за приглашение выступить. Меня зовут Николаев Данила, я являюсь руководителем Русского биометрического общества и от некоммерческого партнерства, также сотрудником ГТУ имени Бауна и экспертом по централизации ТК-355. Тема моего доклада – нормативно-техническая база в области биометрических технологий, состояние и перспективы. Биометрические технологии у нас широко используются, как и в проектах «Разумный и умный город», «Безопасный город», и также используются у нас в биометрических паспортах, которыми мы являемся в основном все владельцы. И чуть-чуть расскажу, что стандарты и рынок. Что рынок без стандартов существовать не может. Открытость процесса создания международных стандартов позволяет любой компании, любой стороне, любой стране принять участие, не только участвовать в разработке уже существующего международного стандарта, но также инициировать разработку, что препятствует технологической монополизации и способствует созданию конкуренции на рынке, как на межгосударственном, так же на национальном и на международном уровне. Чуть об истории. То есть в 2002 году в рамках GTC-1 был создан специальный подкомитет СК-37 биометрия. Аналог данного подкомитета был создан в России в 2003 году. ПК-7 биометрия при ТК-355. В 2008 году появился межгосударственный аналог данных подкомитетов. Это ПК-1 биометрия при МТК-517. Также для разработки стандартов регулярно проводятся технические совещания в рамках некоммерческого партнерства. Основные цели стандартизации в области биометрической технологии. Это техническая совместимость и взаимодействие устройства и программное обеспечение от различных производителей. Обмен, в том числе на международном уровне, на межгосударственном уровне, биометрической информации при условии передачи, данных в стандартизированных форматах, предусмотренных нашими стандартами. Взаимнимаемость технических частей биометрических систем, унификация условий регистрации биометрических характеристик. Также возможность настройки и модернизации любых биометрических систем. Сопоставимость результатов испытаний, в том числе на международном, межгосударственном и на национальном уровне. И также это снижение барьеров в торговле между государствами-членами Таможенного союза и стран СНГ. Текущая ситуация по стандартизации в области биометрической технологии. На международном уровне в рамках ИСОС созданы и действуют сейчас, на настоящий момент 54 стандарта. 26 проектов находятся в разработке. На национальном уровне действует 25 национальных стандартов, и 15 проектов находятся в разработке. На межгосударственном уровне ведется разработка двух проектов межгосударственных стандартов. Объекты стандартизации в области биометрической технологии, по которым есть стандарты на национальном уровне. Это формат обмена биометрическими данными, методология испытаний на соответствие, биометрический программный интерфейс, испытания на соответствие биометрическому программному интерфейсу, эксплуатационные испытания и протоколы испытаний, единая структура форматов обмена биометрическими данными, качество биометрических образцов и биометрический профиль для взаимодействия бенными данными. Всего в настоящий момент 14 объектов рационализации существует на международном уровне, но по многим из них еще проекты просто разрабатываются. Степень гармонизации национальной базы и межгосударственной с международными нормативными документами. На настоящий момент степень гармонизации составляет 69%. Я не буду останавливаться детально, все на слайде представлено. То есть по некоторым стандартам у нас степень гармонизации уже соответствует 100%. Программа разработки. На 2013 год у нас включала разработку шести национальных документов и разработку одного межгосударственного стандарта. На 2014 год предусмотрена разработка шести национальных стандартов и одного межгосударственного документа. Наконец-то в 2012 году вышел единый словарь терминов определения по биометрии, и вот мы его включили в план разработки на 2014 год. Теперь чуть-чуть расскажу о международной санктивизации и о работе под комитетом 37-го. Значит, 28 национальных организаций работают в данном подкомитете со статусом P. Это те организации, которые могут инициировать разработку, принимать активное участие в комментировании. И 13 национальных организаций со статусом O. Это только наблюдатели, которые просто наблюдают, не имеют права голоса. Россия как раз у нас являет… Мы в России входим в число и имеем статус P. То есть мы голосуем и инициируем разработку. Россия взяла на себя один стандарт – это изменение по 3D лицу. И это изменение уже введено в действие на национальном уровне и на международном уровне. Деятельность российских экспертов. Российские эксперты – это вот компании, которые представлены на слайде шесть компаний. Они с самого начала, с момента основания ПК 37-го, с 2002 года принимают участие в разработке. Участвовали во всех заседаниях 37-го подкомитета. В настоящий момент времени участвуют в разработке восьми проектов международных стандартов. И необходимость ведения работ по стандартизации на межгосударственном уровне. Внедрение биометрических технологий осуществляется во всех странах СНГ. Паспортно-визовые документы системы. Введется интегрирование и использование биометрии в системах АДИС в странах СНГ. Также необходимо для тесных контактов производителей биометрических устройств и программного обеспечения. А также способствует снижению барьеров торговли между государствами. И основные проблемы, которые существуют. Это минимальное участие бизнес-сообщества. Как я показал на предыдущих слайдах, всего шесть компаний принимают участие на международном уровне разработки биометрических стандартов. И отсутствие на настоящий момент времени единого утвержденного словаря терминов и определений. Но о котором я сказал, мы уже выключили, как бы эта проблема частично решена. Мы выключили в план работы на 2014 год. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы есть какие-то к докладчикам? Спасибо большое, Данила. И, коллеги, мы идем в регламенте. У нас остался один доклад. Вот, последний. Не значит, что он неинтересный. Наоборот, он будет очень интересный, поверьте. Вот, мы пригласили сюда наших друзей, представителей Национального агентства устойчивого развития. Я попрошу вот Андрианова Александра Александровича выступить, и он расскажет нам об интеллектуальных городах и зеленых стандартах. Это очень интересная тема. Она очень близко соприкасается с понятием безопасный интеллектуальный город, входя как бы в составной части. Спасибо, Олег Александрович, и спасибо, что пригласили нас. Нам очень приятно выступить в этом сообществе. Я пару слов поясню, кто мы такие и почему мы здесь. Мы Национальное агентство устойчивого развития, некоммерческая организация российская, которая занимается в основном обучением российских проектировщиков и архитекторов в области устойчивого развития, экологического строительства. И интеллектуальные города – это как раз наша тема. За последние несколько лет мы вместе с российским проектным сообществом объехали все города, которые можно сегодня назвать интеллектуальными, с тем, чтобы понять, посмотреть, что это такое, заодно выяснить, могут ли те, кто строит города, российские градостроители и проектировщики, проектировать и создавать интеллектуальные города. Я хочу сказать, что из того, что мы сегодня здесь услышали, мы поняли, что, конечно, у российского проектного сообщества есть очень большой недостаток в знаниях о том, какие системные решения и информационные технологии сегодня привлекаются для проектирования и создания интеллектуальных городов, городов будущего, поэтому мы со своей стороны хотим пригласить всех присутствующих здесь и концерн безопасный, консорциум безопасный город к сотрудничеству с нашей аудиторией для того, чтобы мы в итоге получили те города, которые мы хотим получить. Ну вот мы считаем, что интеллектуальные города это города будущего, безусловно, и хотелось бы, наверное, чтобы они были городами сегодняшними, но будущее наше таково. Сегодня мы уже говорили, что к 50-му году большая часть населения Земли будет жить в городах, и эти города будут занимать всего 2% территории планеты. Можно себе представить просто насколько плотным будет это соседство в каждом городе для нас, для всех, и какие вызовы это влечет, мы все об этом с вами уже тоже примерно знаем, но вот эта картинка сегодняшнего дня, понятно, что в будущем ситуация с мусором на планете будет, наверное, еще хуже. Я здесь показываю, наверное, не системные, а больше эмоциональные примеры. Вот еще один эмоциональный пример. Много чего мы получаем с современным развитием, много чего мы получаем от больших городов и от жизни в больших городах, но есть кое-что, чего мы теряем. Это может быть чисто эмоциональная такая эстетическая потеря, но вот известно, что дальневосточных леопардов осталось всего 40. Это исключительно проблема антропологического давления, это не проблема того, что леопардам нечего есть или негде искать себе пару. Это просто от того, что человек слишком сильно вошел в природу. И повторюсь, это возможно просто эмоциональная эстетическая потеря, но тем не менее для качественной и комфортной жизни на планете, она, наверное, очень важна. Ну, еще повторюсь, что, наверное, нам бы всем хотелось, чтобы жизнь в больших городах была бы вот такой, когда есть город и есть человек, который над этим городом находится. Но, к сожалению, это всего лишь макет. А жизнь в больших городах сегодня и к 50-му году будет куда больше представлять из себя давление города над людьми, чем наоборот. Но, тем не менее, вот такая концентрация мозгов в одном месте, на 2% территории Земли находится, 70% всего населения Земли. Мне кажется, это есть не столько вызов, сколько решение. Огромная концентрация мозгов в одном месте может дать качественный переход, вот такой антропогенной нагрузки на среду, в интеллектуальную генерацию. Огромная концентрация интеллектуальных ресурсов на одной территории может быть, безусловно, резервом развития этих территорий и очень большим резервом развития. Так, это у нас восьмой слайд там, да, по-моему? Можно тогда попросить, да, поставить вот восьмой слайд. Я хотел вам показать небольшое видео, почему это сегодня становится возможным и реальным вполне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Станция Анахайм Парк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в этом году. Ну, Центр устойчивого развития – это такой глобальный комплекс, который демонстрирует современные вызовы, которые возникают перед человечеством в связи с переездом в большие города и предлагает решения для них. Это, конечно, за этим стоит большая компания, это, насколько я знаю, инициатива «Сименс», но важно отметить то, что этот Центр устойчивого развития находится в центре большого города и представляет из себя, ну, скажем так, музей готовых решений, открытый для всей публики. И это очень важно, на мой взгляд, указать на это, что каждый, кто сегодня проживает в Лондоне, или кто приезжает туда, может прийти в этот центр и узнать, чем грозит ему современная цивилизация, какие решения за этим могут стоять, на самом деле. Разумеется, среди этих посетителей этого Центра устойчивого развития могут быть мэры, врубейских крупных корпораций, и обычные люди, которые сталкиваются с этими вызовами каждый день, и которые могут таким образом узнать, что за этим стоит, на самом деле, какие решения это влечет. Ну, можно приостановить видео, если оно там само не остановится, не очень хорошо идет, тем не менее. И верните презентацию, пожалуйста, если можно. Да, спасибо. Таким образом, компания «Сименс» или создатель этого Центра устойчивого развития показывают, что на самом деле все вызовы, которые у нас сегодня есть, они могут быть привлечены в решения, и эти решения доступны на сегодняшний день каждому, кто хочет что-то поменять. Ну вот, в ходе своих изучений современных интеллектуальных городов мы пытались выяснить очень простую структуру, по нашему мнению, что такое интеллектуальный город сегодняшнего времени, и вот шесть очень простых факторов и решений, которые мы можем сегодня наблюдать в современных городах, которые претендуют на звание интеллектуальных городов, и так должен выглядеть любой крупный город в ближайшем будущем, безусловно. Это интеграция с природой, соразмерная человеку архитектура, отсутствие главенства автомобилей, общественные пространства, информационные технологии, альтернативная энергетика. Ну, альтернативная энергетика здесь, опять же, по эмоциональным причинам, может быть, находится в этом ряду, но то, что мы считаем, это важно, что каждый, кто живет в большом городе, он сегодня должен понимать свою ответственность за те ресурсы, которые он эксплуатирует, и видеть, откуда берется энергия или ресурсы, которые он использует. К сожалению, при использовании традиционной энергии человек не видит, чисто эмоциональное впечатление возникает от того, что ресурсы приходят из ниоткуда, они есть всегда. При использовании альтернативной энергетики это очень важно и отмечено уже мировым сообществом, что видимость прихода этих ресурсов очень важно действует на человека с точки зрения возможного сбережения. Ну, и еще очень важно отметить, вот про общественные пространства мы только что сказали, очень важно отметить, что современный город это место, где люди не просто живут вместе, а где люди живут сообща. И только в этом случае возникает сообщество, которое способно решать какие-то проблемы, адекватно отвечать на возникающие вызовы. И только в этом случае люди чувствуют, что они живут в большом городе неразрозненно и способны объединяться. Ну, вот такие простые примеры, кейсы, которые мы показываем, о которых мы рассказываем постоянно и которым мы привлекаем наше проектное сообщество. Это Hammer Be Shosted, такая икона или мировой бренд уфтешного градостроительства в Стокгольме, в Швеции. Здесь классический пример того, как соразмерная человеку архитектура, интеграция с природой, устойчивые общественные пространства, отсутствие главенства автомобилей, альтернативная энергетика объединены в один комплекс. Это сегодняшняя реальность, а не фантастика. И что очень важно, что это район Стокгольма с постоянно растущим населением. Сюда постоянно приезжают люди, постоянно приобретается недвижимость по все более растущим ценам. И здесь формируется такое интеллектуальное, креативное сообщество. Как можно сюда приезжает постоянно больше художников, ученых, маленьких, новых, современных компаний, которые генерируют интеллектуальные продукты. И это жизнь, бьющая ключом, интеллектуальная жизнь, бьющая ключом. Ну вот еще один пример тоже такой, из которых мы показываем, который мы привлекаем. Это Сейнсбори Лаб в Кембридже, Великобритании. Это здание, которое сертифицировано по Brim Excellent и Lid Platinum, то есть по всем современным зеленым стандартам, имеет наивысшую оценку. И это научный центр, исследовательский центр по исследованию растений и почв в Кембриджском университете Великобритании. Ну и плюс ко всему, это здание, которое привлекает к себе внимание, как адекватный такой ответ на всевозрастающие вызовы человечеству. Оно соразмерно человеку, оно полностью энергоэффективное, энергоактивное и продуцирует вокруг себя и внутри себя комфортную интеллектуально генерирующую среду такую. Ну вот еще один интересный пример, это здание Куген, по-шведски означает шестеренка, в Гетеборге в Швеции. Это здание, помимо непередаваемой такой значительной архитектуры, интересно своей необычной функции. Это не бизнес-центр и не общественный центр, и не магазин, и не офис. Это здание, которое соединяет университет Гетеборга, находящийся с одной стороны, и бизнес-центр, где сосредоточены офисы технологических компаний с другой стороны, именно для того, чтобы студенты и профессора могли как можно больше общаться с действующим бизнесом, находить с ними как можно больше точек взаимодействия и соприкосновения. И плюс ко всему, это здание полностью энергоэффективное, полностью адекватно природе, сертифицировано по шведскому экологическому стандарту, имеет наивысшую оценку. И, кроме того, представляет из себя вот такой вот визуально привлекательный архитектурный облик. Это классический пример такого вклада в современный интеллектуальный город. Здание, которое генерирует интеллектуальный продукт просто своим фактом своего существования. И плюс ко всему является привлекательным еще. Да? Да? Ну, я заканчиваю, Олег Александрович, уже, да. Вот еще один пример, это Бет-Зет в Великобритании, такой поселок, экологическое сообщество, экологические дома и постоянно растущее население, постоянно вывышающиеся цены на недвижимость из-за очень привлекательного жилья. Ну, это вот матрица устойчивого развития, которая накладывается на, естественным путем накладывается на идеологию интеллектуального города. И вот еще один важный пример, который... Все. Просто еще один важный фактор, который характеризует современный интеллектуальный безопасный город, это такое понятие, как ливабилити. Но об этом сегодня можно очень много прочитать. И чисто по слуху вы можете воспринять, что есть такое юзабилити, удобство использования, да. Есть ливабилити, удобство жизни, да. Ну, вот пара еще кейсов. Это храм во Фрайбурге, церковь, да, не давляет на ни религиозным, ни архитектурным смыслом, не давляет на людей. Все. Спасибо большое. Спасибо, Олег. Спасибо большое. Как всегда, эмоционально интересный доклад, коллеги. Вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот Шанина Ирина, РТС, скажите, пожалуйста, вот у вас были перечислены основные приметы безопасного города. Первый был интеграция с природой. Остальные коллеги сейчас говорили об информационных технологиях в основном. Вы их поставили на пятое место. Это у вас приоритеты или это так просто получилось? Иерархии ценностей, которая была на моем слайде, вряд ли прослеживается какая-то последовательность одного за другим. Хотя, безусловно, мы придерживаемся той точки зрения, что любая технологическая совершенность, она следует за природной, а не перед ней. С точки зрения современной жизни в современных городах. Ну, поясню, от чего это исходит. Город продуцируется, сам собой, техногенную среду, но не продуцирует природную. Наша сегодняшняя задача, мы уверены в этом, дать возможность большой генерации техники, интеллекта, идей, технологий, но не дать возможность погрузиться в каменные джунгли, не дать возможность забыть о том, что мы живем, мы часть природы. Природа как бы идет впереди нас, а не наоборот. И в этом смысле, на наш взгляд, наибольшей, наиважнейшей ценностью сегодня, вот на сегодняшнем уровне взаимодействия человека с городами и с природой является интеграция с природой, потому что техника идет сама собой, а за природой мы теперь уже не поспеваем, ее просто нет вокруг нас. Поэтому, наверное, чисто эмоционально, вот как бы и случайно мы поставили это не на первое, не на второе место. Ну, информационные технологии сегодня есть, а природу нам сегодня приходится искать. Давайте попробуем выехать из Москвы, доехать до дачи, и мы поймем, для кого-то это там три часа, для кого-то четыре, а для кого-то еще больше, да. Между тем сотовый телефон есть у каждого из нас в кармане, и компьютер сегодня доступен каждому, природа доступна не каждому. Вот, поэтому нам кажется, что есть нечто, к чему стоит стремиться в первую очередь. Спасибо большое, Александр. И все равно мы доезжаем до дачи, да, все равно там нам нужен интернет, информационные технологии. Коллеги, еще одна маленькая ремарка, вот мы сейчас говорили об устойчивом развитии, это так называемый sustainable development. Я не так давно присутствовал в работе одной очень интересной конференции, там ученые собрались, и там тоже устойчивое развитие городов обсуждали целых три дня, вот, а в конце вопросы есть к докладчику, записочки идут, а что такое устойчивое развитие, вот, через три дня. Коллеги, вот, есть просто, наверняка многие знают, что это такое, но я лишний раз сейчас объясню. Устойчивое развитие, там, городов или, там, страны в целом, это то, когда следующее поколение будет жить так же или лучше, чем наше. Вот и все, очень простое объяснение. Да, пожалуйста. Какое? Развитие, на мой взгляд, в будущем, я говорю, что это производится, вот такая, развитие можно применять только живым организмам, как и человек. А развитие городов, это просто выносы, которые для них не существуют. И нам расширение пространства городского, так, выдают для развития. Но это нельзя. И доказательство здесь. Один единственный, хотя уже два, а именно во все больших городах происходит выбирание для нового населения. Люди не хотят быть производиться в них, в этих пространствах, в этих городах. Приезжают мигранты, складываются впечатления, что увеличится население, пространство увеличивается, но это не развитие. Это лагеря смерти больших городов. Ну, это вопрос спорный. Вот, тем более, что мы только что говорили о том, что города... Ну, коллега, вот вы считаете, что ложный путь, я вот присутствовал три дня, там, научная конференция во всем мире собиралась, они говорят, что, так сказать, так оно и будет, люди будут жить в городах и дальше, и развиваются. Другое дело, каким образом. Вот сейчас есть угроза подтопления, да, населения, он сейчас создается, они говорят, будет там города на воде. Вот. Интересно, что это такое? Я вот, честно скажу, я неделю назад такой дом видел. Мне было очень интересно посмотреть, это рядом с пристанью стоит огромный четырехэтажный дом, три трубы огромные рядом с ним, ну, грубо говоря, так если он как бы к этим трубам привязан. Вот. Вода поднимается, и дом четырехэтажный вместе с ней. Вот. Все вроде, казалось бы, просто, но раньше до этого люди не дошли. И к этому дому уже и, так сказать, мостик есть, который также двигается в зависимости от... Все удобства там есть, прекрасный дом. Вот. А что касается вопросов, вот я тоже на одной конференции был, и говорят, вы знаете, экология хуже, хуже, с каждым днем все хуже экологии. Я говорю, вот, как объяснить, что экология хуже, а уровень, так сказать, жизни улучшается, и люди живут дольше. Вот. Ну, понимаете, вы там про города говорите. Все равно люди идут от технологий каких-то в области там здравоохранения, улучшают жизнь свою. Поэтому и сейчас вот за экологию мы беремся, да, мы хотим, чтобы жизнь была лучше. Вот. Ну, это спорный вопрос, мы не будем дискутировать на эту тему. Спасибо большое за вопросы, ваше мнение. Вот, коллеги, я хочу поблагодарить всех, в первую очередь, конечно, участников консорциума. Вот. И все компании, всех представителей. Большое спасибо всем и докладчикам, и участникам конференции. Мы будем продолжать подобные мероприятия и конференции, рабочие столы устраивать, там, и мнения. И вот такие даже яркие мнения, они тоже нам нужны. Вот. Хотя бы для оценки, правильным путем идем или нет. Правильным путем мы идем. Обсуждаем эти вопросы. Большое спасибо всем. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.